МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 миллиона гривен в 2017 году продолжается программа по установке климатических систем в бытовых и производственных помещениях комбината «Запорожсталь». Подари ребенку книгу работники предприятия снова передают книги воспитанникам подшифрованных интернатов. Яркие краски лета. В детском оздоровительном лагере «Спутник» открылась первая смена. Забота о работниках как основа социальной политики предприятия. С 1 июня на металлургическом комбинате «Запорожсталь» в среднем на 20% повышается заработная плата для сотрудников. Кроме этого, предприятие реализует долгосрочную программу по улучшению рабочего быта. В частности, в производственных и бытовых помещениях устанавливают климатические системы. В 2017 году на эти цели из бюджета предприятия выделено порядка 4 миллионов гривен. Линейка у нас очень разнообразная. Это и промышленные кондиционеры, которые стоят на постах управления. Это и крановые кондиционеры, которые довольно специфичны, потому что это замкнутый объем, повышенная температура, свои условия работы. Это те же самые спринт-системы и оконные системы. Особое внимание уделено машинистам кранов, которые работают в условиях повышенных температур. Комбинат установил 11 современных крановых кондиционеров последнего поколения. Встали плавильном переделе, цехи горячей прокатки тонкого листа, цехи холодной прокатки номер один и в цехе подготовки составов. Они более мощные и компактные по сравнению с предыдущими моделями. На эти цели комбинат направил 3 миллиона гривен. Если не работает кондиционер в кабине, то порядка 50 градусов. Довольно таки жарко, в тяжелых условиях мы работаем, но с новой холодильной установкой все изменилось. Лучше стало, довольно комфортнее, приятнее, удобнее, безопаснее, не так жарко. Для создания комфортных условий рабочего быта на комбинате уже установлено 100 сплит-систем в бытовых помещениях, комнатах приема пищи, комнатах отдыха. Потрачено порядка 1 миллиона гривен. Любая нештатная ситуация приводит только к срыву. Вы сами можете посудить, когда температура 40 на улице, о какой работе может идти речь. Должно быть комфортно, должно быть хорошо, и работник должен получать хотя бы удовольствие. Мало-мальски от той работы, которая на планете, где он находится. Поэтому это же основная задача. Работать так, чтобы было хорошо, в первую очередь, работникам. Будет хорошо им работать, удобно. Мы будем все довольны работой предприятия. В течение года работа по оборудованию подразделений климатическими системами продолжится. Приехали перенимать опыт к запорожским коллегам и заодно увидели, как работает крупнейшее предприятие реального сектора украинской экономики. На комбинате «Запорожсталь» с экскурсией побывали представители государственной казначейской службы в Винницкой области. В прошлом году запорожсталевцы перечислили в государственную казну более 3 миллиардов 200 миллионов гривен. Поэтому гости из Винницы не могли упустить возможность побывать на комбинате. Для начала им показали диспетчерскую, где рассказали о том, как рождается металл, каким образом руда превращается в качественный, востребованный более чем в 70 странах мира, продукт. После виртуального знакомства переезд в Мартеновский цех. Самое начало металлургического передела, где огромные краны, как пушинки, переносят 100-тонные ковши с расплавленным металлом. Масштаб производства гостей просто поражает. Очень, ну, я даже не могу перебирать. Очень большая потужность, и оно поражает. И, ну, зрозуміло, что тут такие великое виробництво. Нас уже трошки познайомили в диспетчерске с этим виробництвом. После Мартена цех холодной прокатки – новый травильный агрегат, который вывел производство на новый уровень технологий и экологии. Здесь прокат приобретает свой конечный вид, а благодаря системе регенерации «Запорожсталь» не выбрасывает кислоту в атмосферу и не сбрасывает стоки в Днепр. Гости комбината, говорят, впечатлены и цехом, и самим заводом. Тем более, что здесь трудится столько же людей, сколько насчитывается трудоспособного населения во многих районах Винницкой области. А значит, и налоговые отчисления в местный бюджет сопоставимы. Мы очень благодарны, что мы сегодня увидим такой гигант промислового производства в нашей стране, как «Запорожсталь». Это каждый из нас тут впервые. И, напевно, мы больше тут не побывали, но впечатление у нас остается на долго. И, напевно, у нас всегда в жизни. 16 тысяч работающих на таком комбинате – это можно судить по тому, какой это внесок в податки города, которые потом идут на рост социальной инфраструктуры. И так дальше. В бюджет города в 2017 году комбинат перечислил рекордную сумму – 640 миллионов гривен. «Запорожсталь» является самым крупным плательщиком налогов и сборов доход казны государства. И я надеюсь, что «Запорожсталь» и дальше будет пополнять нашу казну ощутимыми и большими вложениями в виде налогов и сборов. На комбинате «Запорожсталь» принято решение поднять с 1 июня зарплату работников в среднем на 20%. Соответственно, увеличатся и отчисления в местный бюджет в виде налога с зарплаты. Ремонтно-механический цех «Запорожкокса» не самый большой, но один из ключевых в производстве. Здесь обеспечивают бесперебойную работу всех агрегатов и оборудования предприятия. И здесь же родилась идея возле каждого из участков поставить памятный знак. Это стелла с шестеренкой – эмблемой цеха. А вот и молоток высекающей искры. Рядом кузнечное отделение. Начальник цеха говорит, решили сделать его самым красивым на «Запорожкоксе». Территория обрелась для того, чтобы люди, когда приходили на работу, чтобы они видели то, что они с одного дома ушли своего и пришли на свой второй дом. Они должны видеть то, что, допустим, администрация, все руководство, сами работники заботятся о чистоте, о порядке на предприятии. Идет ремонт и в одном из помещений центральной лаборатории «Запорожкокса». На предприятии уверены, в комфортных условиях повышается и производительность труда. Соответственно, растет общая эффективность производства. «Запорожкокс» – это предприятие с высокими социальными гарантиями. Мы обеспечиваем полный социальный пакет, обеспечиваем карьерный рост наших трудящихся. И с 1 июня мы приняли решение о повышении заработной платы на 20%, как и на всех предприятиях группы. Все это стало возможным благодаря усилиям всего трудового коллектива. Один диспетчер и 59 видеокамер. Всевидящее око «Запорожкнеупора». На мониторе основные производственные участки предприятия. Новая система позволяет контролировать простое оборудование, соблюдение технологических процессов и правил безопасности работниками. При необходимости любое изображение можно увеличить. Запись каждой камеры хранится на сервере. Система, говорит генеральный директор «Запорожкнеупора», уже доказала свою эффективность. В оперативном режиме мы можем что-то корректировать. То есть, например, если люди работают, там, подрядчик, или наши люди работают без средств индивидуальной защиты. Мы можем оперативно позвонить начальнику участка, начальнику цеха, что и делается уже сейчас, да, для того, чтобы предотвратить какие-то вещи. Второе, мы для себя определили ключевые параметры технологии. Эти параметры, которые максимально влияют на качество продукции, влияют на эффективность проведения ремонтов, на срок службы оборудования, запасных частей. Система совершенствуется. До конца года в ней будет работать более 120 видеокамер. Появятся новые мониторы. В диспетчерскую начнут поступать данные с многочисленных датчиков, отслеживающих работу оборудования. В целом, такая система позволяет нам быть конкурентно способными, выпускать достаточно качественную продукцию, которая востребована на рынке, для того, чтобы мы могли и дальше направлять эти деньги, которые мы зарабатываем, и на модернизацию предприятия, и для того, чтобы мы соответствовали как работодатель рыночным условиям. В том числе, это и повышение социальных стандартов, это и повышение заработных плат. Кстати, с 1 июня мы поднимаем, как и группа Метинвест, в среднем на 20% заработную плату для наших работников. Акция «Подари книгу ребенку» на комбинате «Запорожсталь» проходит уже на протяжении 5 лет. Работники предприятия в течение нескольких месяцев собирают самую разнообразную литературу, которую затем передают в детские дома и реабилитационные центры. Такая хорошая тенденция, что с каждым годом книги от работников поступают в большем и большем количестве, и мы привозим нашим друзьям каждый год в разные детские дома. Каждый ребенок сможет найти для себя ту или иную книгу по интересу и сможет вырасти в первую очередь в своих глазах, ну и, конечно же, в глазах взрослых. В этот раз волонтеры молодежной организации комбината посетили Запорожский областной центр социально-психологической реабилитации детей. Привезли более 50 книг, игрушки, одежду и фрукты. Для воспитанников также подготовили развлекательную программу. Сегодня мы очень рады видеть молодежную организацию под комбинатом «Запоросталь». Это непосредственно наши молодежные организации, которые шествуют над нами, над нашими детьми. Они приезжают с концертами, они приезжают с развлечениями, с разными. Поэтому очень приятно. Каждый ребенок хочет праздника, правильно? И каждый ребенок нуждается в этом. Девятилетняя Саша в этом году переходит в третий класс, говорит, новые книги очень кстати. Больше всего девочка любит читать сказки. Нам сейчас сказали завести читательные дневники, это в тетрадки. Будем записывать то, что мы читаем. И надо всем больше почитать. Это будет у нас конкурс в конце лета, кто больше почитает. И я почитать тоже хочу. Разные очень сказки бывают. Там книжки беру школьные. А так особенно я сказки читал. Сейчас в областном центре социально-психологической реабилитации детей находится 68 ребят от 3 до 18 лет. По завершении мероприятия никто не остался без подарка. В группе Метинвест 11 лет. Активисты комбината «Запорожсталь» решили поздравить компанию необычным образом. Устроили марафон. Участникам необходимо было преодолеть расстояние в 11 километров. Сегодня наша компания отмечает 11 лет. 11 лет Метинвесту. И неравнодушная молодежь, очень активная, спортивная, приняла решение организовать марафон 11 километров по славному острову Хортица. Мы к этому забегу готовились около месяца. Были репетиции, были тренировки. И реально сюда подошли очень осознанно и подготовленно. Марафон будет на протяжении 11 километров. Каждый себя сможет проявить. Стартовали участники марафона у конного клуба на острове Хортица. Первыми побежали парни. Им необходимо было преодолеть около двух километров. Затем передать эстафету другим. В общем, бежать нормально, но тяжело. Жарко, жарко, погода не позволяет. Но пробежим, добежим все 11 километров. Это здорово. Следующими бежали девушки. Круто, спорт это сила. Для них дистанция была меньше, около одного километра. Однако, по словам девушек, готовы были пробежать и больше. Переживала. Вначале сомневалась вообще принимать, не принимать. Потом, думаю, чем на лавочке сидеть, лучше чем-то себе доказать. Себе же что-то хорошее. И я думаю, я бы еще с удовольствием километра два точно пробежала. 11-километровый марафон в честь дня рождения Метинвеста продлился около двух часов. Финишировали участники около Запорожской сечи. Мы это сделали. Самое главное, что мы не изменили принципом компании Метинвест. Это тогда, когда ставишь себе цель и ее достигаешь. Ребята молодцы. Действительно, команда единомышленников. Дистанцию преодолели достойно. Никто не травмировался, никто не пострадал. Все отлично, все хорошо. Яркий праздник начала лета. Детский оздоровительный центр «Спутник» предприятия «Социальные инициативы Запорожья» открыл новый сезон. Первая смена – это девять отрядов, где отдыхают дети самого разного возраста. Всего около 300 ребят. За три дня они успели подружиться, поучаствовать в различных конкурсах, записаться во многочисленные кружки. Там мы конкурсы проводили. Там еще конкурсы разные всякие были. Еще, как обычно, в лагерях проводили. Как обычно, в лагерях? Спали, ели. У Дарины ответственная роль через несколько минут она примет участие в праздничном концерте, посвященном открытию первой смены. На праздник пригласили родителей и давних друзей представителей металлургического комбината «Запорожсталь». Большинство отдыхающих – это дети работников комбината, а также «Запорож огнеупора» и «Запорож кокса». Детский оздоровительный центр полностью готов к оздоровлению наших детей, детей работников комбината «Запорожсталь», «Огнеупорного завода» и «Запорож кокса». В реконструкцию в этом году вложено более 4 миллионов гривен, только на обновление материально-технической базы более 700 тысяч гривен. Это говорит о том, что комбинат «Запорожсталь» систематически на постоянной основе влаживает деньги в наше будущее, в наших детей. Одна смена длится 18 дней, всего их будет 4. За лето «Спутник» примет более тысячи юных запорожцев. Для работников металлургических предприятий стоимость путевки льготная – чуть более тысячи гривен. Сами же дети говорят, всегда с радостью приезжают в этот центр, где созданы все условия для яркого и незабываемого лета. «Отлично, все супер, все весело, все нравится, в столовой вкусно, дискотеки классные, все зашибись. Всем привет! Вот, все. Спасибо. 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 Спасибо.